Дорогие друзья, мы начинаем открытие недели интеллектуальной собственности в России. У нас и такой гибридный формат мероприятия. Мы собрались здесь, на этой прекрасной площадке, уже не первый раз. И самое главное, что у нас идет прямая трансляция, и дальше будет выложена запись сегодняшнего круглого стола на YouTube-канале и IPIT, и IP-клаба, и Координационного центра. Не знаю, как коллеги из центра тоже выкладывают, не выкладывают, принимают запись. Кроме того, сегодня у нас состоится уже девятая по счету церемония награждения лауреатов, конкурса, который мы вместе с IP-клабом проводим не первый год. Конкурс работ в области право информационных технологий. Работа самая замечательная. И сегодня, я так понимаю, мы часть из них послушаем. И, по крайней мере, лауреаты точно их презентуют, расскажут, о чем они делали работу, почему они пришли. Ну а я, как соорганизатор конкурса и как партнер конференции «Неделя интеллектуальной собственности в России», директор Координационного центра национальных доменов в сети интернет, немножко расскажу про важную, знаменательную дату, которая случилась 7 апреля. Мы отметили уже 30-летие национальному домену RU. На этой неделе будет в кассах метрополитена вот такие замечательные карты «Тройка», которые выпущены ограниченным тиражом. Для всех участников сегодняшнего оффлайнового мероприятия мы их обязательно раздадим. Вот они уже подготовлены в двух цветах, в синем и в красном. Это действительно знаменательное событие. «Тридцать лет Рунету», как мы говорим, хотя он, конечно, чуть-чуть постарше и начиналось все еще в конце 80-х, в 90-е годы появился, в 90-м году появился домен СЮ. Но вот такой вот тот интернет, к которому мы привыкли, конечно, принято отсчитывать зону с дня рождения домена RU, день рождения национального сегмента интернета. Праздновать «Тридцатилетие Рунета» мы будем в течение всего этого года. Начали мы это на российском форуме по управлению интернетом. Он состоялся, ну, 5 апреля был молодежный форум цифровой, потом 8 апреля была целая серия лекций в ведущих столичных вузах, посвященные именно «Тридцатилетию» домена RU. 9-10 апреля прошел 14-й российский форум по управлению интернетом. Сегодня тоже мероприятие вписано в перечень юбилейных мероприятий, приуроченных к этой дате. 5 мая свой 30-летний юбилей отметит белорусский домен «Бай». И, соответственно, именно поэтому мы будем в сентябре в Минске, 5-6, эти даты можно уже записать, будем отмечать юбилей сразу двух наших национальных доменов, на самом деле трех. Еще и отмечает Казахстан свое 30-летие в этом году, 29 апреля. Поэтому ждем делегацию из Казахстана тоже в Минске. И думаю, что наши постсоветские регистратуры постсоветских республик с удовольствием проведем мероприятие, посвященное именно историческим воспоминаниям, как после распада Советского Союза и появления ряда независимых государств появлялись национальные домены и как они развивались для лауреатов. Ну и кому будет интересно, мы подготовили вот такой набор открыток из Карелии. В прошлом году Тил Дикон принимал Петрозавод к столице республики Карелия. Очень душевно прошло мероприятие. Уверен, что Минск будет не менее душевной площадкой. Два языка у нас рабочие конференции традиционные. Это русский и английский. Это все сохранится. Можно участвовать как на площадке, так и регистрироваться для онлайн-подключения с возможностью принимать участие в дискуссии, задавать вопросы и так далее. Еще из юбилейных мероприятий у нас впереди российский интернет-форум. Он пройдет в конце мая. В этом году, видимо, немножко поменяется формат рифа. И майский риф пройдет в одном из столичных парков. Эту информацию еще мало кто знает. Я с удовольствием вам ее рассказываю в самой Москве. Ну и хост-обзор, это конференция для регистраторов и хостинг-провайдеров. Она пройдет тоже в самом конце мая, 30-го, 31-го и 1-го июня. Это как традиционно под Санкт-Петербургом. В этом году местным проведением станет Репино. Замечательный, уютный поселок. Естественно, на всех этих мероприятиях мы всегда уделяем большое внимание юридическим аспектам. Регистрации доменов, развитии интернета. Мы говорим о том, что новые технологии постоянно ставят новые вызовы. И не всегда законодатели, да и не только законодатели, отрасль не всегда оперативно на них реагирует. И, в общем-то, не всегда возможно поспевать за столь быстро меняющимися технологиями. Сейчас, вот в этом году, искусственный интеллект. Мы видим дипфейки, созданные с помощью нейросетей. Мы понимаем, что этому нужно противостоять, но не совсем понимаем, как. До сих пор есть дискуссии определенные. И, в общем-то, мне кажется, перед специалистами в области как раз цифрового права, теперь уже по-другому, да, мы говорим, уже теперь не только цифрового, да. Меняется даже сама терминология, меняются и подходы к решению этих вызовов. Вот как раз об этом давайте мы начнем в течение всей недели будем говорить. А начнем сегодня. Я с удовольствием передаю микрофон Марии Александровне Рожковой, идеологу, на самом деле, идеологу самого конкурса. И, вообще-то, даже вот с этой недели интеллектуальной собственности в России. Марина, к тебе. Спасибо. Спасибо. На самом деле, аплодисменты, я думаю, у нас адресованы Андрею Александровичу Воробьеву, который не представился, но он является действительно директором Координационного центра национального домена в сети интернет. И, да, я тоже забыла периодически представиться. Ну, вот Андрей обозначил те новеллы, которые нас ждут, как бы, и те новые мероприятия, которые мы, в принципе, ожидаем и думаем, и примем участие. И, на самом деле, они показывают, как далеко мы прошли, потому что совсем недавно, кажется, действительно началась эра интернета, а сегодня уже 30-летие доменов. И когда я, например, где-то студентам говорю, что я училась, когда интернета не было, я всегда дурацкую фразу добавляю. Лучи ножгли, интернета не было. В общем, ужасно. Да, мобильный телефон, я тогда вообще это читала уже дальние. Если ты из одной комнаты в другую можешь пройти с телефонов, это уже круто. Но сейчас мы в совершенно других технологиях живем, и, в принципе, привыкаем, что это уже десятилетие. Действительно, мероприятие отмечается, что празднуется действительно 30-летие, 20-летие, 25-летие. И, конечно, это говорит о том, что технологии продвинулись очень далеко вперед. И мы уже настолько привыкли, что воспринимаем это как обыденность. И только вот эти даты, они позволяют говорить о том, что это когда-то этого не было. Поэтому я считаю, что такие мероприятия нужны, конечно, очень важны. И я думаю, что мы будем проводить их далее. Насчет сегодняшнего мероприятия. Я рада сообщить, что мы проводим его не только с координационным центром сети интернет, но и с Центром международных сравнительных правовых исследований, который нам предоставляет площадку прекрасную, на которой мы сегодня находимся, и является нашим многолетним партнером в этом конкурсе, который мы сегодня проводим, и лауреатов, которого мы сегодня будем награждать. Поэтому большое спасибо нашему партнеру, который помог нам организовать сегодняшнее мероприятие. И, наверное, учитывая, что мы начинаем сегодня с того, что мы говорим об открытии недели интеллектуальной собственности, надо, наверное, сказать, что мы не просто так решили отмечать этот день, потому что действительно в преддверии Международного дня интеллектуальной собственности, который у нас проводится 26 апреля, в России уже традиционно происходит именно неделя интеллектуальной собственности, которая начинается обычно в понедельник и идет до пятницы. И в эти дни действительно проходят значимые мероприятия, интересные мероприятия, которые посвящены интеллектуальной собственности и информационным технологиям в том числе. И действительно, Международный день это не один день, сегодня это практически неделя интеллектуальной собственности, а можно даже говорить о большем числе дней. Но тем не менее мы решили, что будет очень правильным отмечать как раз начало этой недели и, повторюсь, мы открываем ее именно с целью обозначить Международный день интеллектуальной собственности и в какой-то мере начать празднование этого дня. Потому что празднование такого дня заключается в том, чтобы обозначать те достижения, которые мы сегодня получили, которые мы сегодня достигли и, наверное, делиться теми знаниями, которые мы сегодня имеем. Поэтому я с большим удовольствием предоставляю слово Павлу Геннадьевичу Спицыну, директору российского представителя Всемирной организации интеллектуальной собственности, с тем, чтобы он поделился с нами мнением о интеллектуальной собственности и о дне. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю за предоставленное слово. Прежде всего, позвольте мне от имени Всемирной организации интеллектуальной собственности поприветствовать всех участников и организаторов сегодняшнего конкурса. Для нас традиционно это большая честь принимать участие в подобного рода мероприятиях, в подобного рода инициативах, конкурсах, где награждаются победители в сфере интеллектуальной собственности, те люди, которые приложили свои интеллектуальные знания для того, чтобы продемонстрировать успехи в том или ином направлении. Мне хотелось бы также поблагодарить организаторов сегодняшнего конкурса, которые уже в девятый раз проводят это мероприятие на высоком уровне. И действительно, конкурс зарекомендовал себя как ведущая площадка как по проведению подобных конкурсов, так и по высокому уровню работ, которые рассматриваются в рамках этого конкурса. Позвольте мне также всех, как уже было отмечено, поздравить с наступающим днем интеллектуальной собственности, который в этом году у нас будет проходить и проходит под девизом «Интеллектуальная собственность и цель устойчивого развития, инновации и творчества на благо общего будущего». Международный день интеллектуальной собственности представляет уникальную возможность отметить ту роль, которую интеллектуальная собственность играет для достижения результатов, для достижения всеобщего блага, всеобщего развития. Традиционно в этот день обозначается определенная тема, и в этом году это «Цель устойчивого развития». Данная повестка была принята международным сообществом еще в 2015 году, и в основе этого плана лежит 17 глобальных целей устойчивого развития. По своей сути, цель устойчивого развития представляет собой призыв к международному сообществу объединить свои усилия для того, чтобы решить те крупные задачи, те крупные проблемы, которые стоят перед всем человечеством. Поэтому будем считать, что мы, Всемирная организация интеллектуальной собственности и все мировое сообщество, которое занимается вопросами интеллектуальной собственности, приложит максимальные свои усилия для того, чтобы способствовать разрешению этих вопросов, способствовать решению тех проблем, которые стоят перед всем человечеством. Именно поэтому этот день представляется весьма важным для нас, и именно поэтому 26 апреля мы будем отмечать этот международный день. Также мне хотелось бы отметить и определенные достижения Всемирной организации интеллектуальной собственности. Вы, наверное, в курсе, есть уже вышел отчет за прошлый год по основным глобальным услугам в сфере интеллектуальной собственности. Хотелось бы отметить, что достаточно активно остается подача в рамках нашей международной системы PCT. Чуть больше 270 тысяч международных заявок подано было в прошлом году в рамках системы. Растет количество образцов, поданных в рамках ГАГской системы по промышленным образцам. И, что, наверное, особенно приятно отметить для российских заявителей, растет количество заявок, поданных российскими заявителями по мадридской системе. Поэтому есть определенные достижения, ну и, конечно же, есть определенное поле для наращивания своих усилий, для развития своего потенциала. Поэтому будем рассчитывать на то, что российские заявители и российские пользователи будут активнее вовлечены в решение и рассмотрение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью. Также хотелось бы отметить, возможно, вы знаете, что этот год станет знаменательным еще и потому, что принято решение о проведении двух дипломатических конференций в сфере интеллектуальной собственности. В мае должен быть до конца согласован и подписан договор об интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам и традиционным знаниям, связанным с генетическими ресурсами. Этот договор будет подписываться в Женеве буквально уже в следующем месяце. Ну и договор по промышленным вопросам, который будет подписан у нас в Ириаде, в Саудовской Аравии в ноябре этого года. Что касается деятельности представительства Всемирной Организации интеллектуальной собственности, то мы также, как и раньше, продолжаем заниматься вопросами оказания технического содействия, предоставления информации о имеющихся глобальных регистрационных системах, в том числе, как уже было отмечено, по мадридской системе, по гаагской системе, по системе PCT. И этим мы будем активно также заниматься. И сейчас мы также запустили несколько проектных таких направлений. Первый у нас связан с представлением сведений и поддержки малым и средним предприятиям, потому что видится так, что не до конца представители малого и среднего бизнеса понимают ту роль, которую должны играть интеллектуальные собственности в развитии их бизнеса. Мы стараемся их в этом деле поддержать и помочь им с успешным применением тех норм и правил, которые существуют у нас в сфере интеллектуальной собственности. И второй проект это у нас по поддержке коренных и традиционных народов. Тоже достаточно такое интересное направление. Дело в том, что Россия богата своими традициями, своими знаниями, но не всегда все опять же понимают, как их правильно применить и как правильно защитить свои права на определенные знания и определенные объекты. Также мы планируем дополнительно в этом году запустить еще два проекта. Первый из них будет связан и ориентирован на молодежь, потому что достаточно тоже такая сфера, такое направление не до конца раскрытое. Будем стремиться к тому, чтобы активнее вовлекать молодежь в изучение норм и правил в сфере интеллектуальной собственности. Ну и второе направление это решение и помощь ВУЗам и НИИ с целью последующей коммерциализации тех продуктов, которые они у себя разрабатывают. В практическом плане мне также бы хотелось отметить ту работу, которую осуществляет наше представительство по представлению знаний. Это прежде всего мы проводим регулярные наши дистанционные вебинары по самым разным тематикам сферы интеллектуальной собственности и ориентирован на самый широкий круг, как от профессионалов, те, которые уже достаточно давно в теме интеллектуальной собственности, также и для тех, кто только начинает и делает первые шаги в этой области. Поэтому предлагаем всем желающим пройти на наш веб-сайт, ознакомиться с ресурсами, которые у нас есть на нашем веб-сайте, а также просмотреть записи вебинаров, которые у нас также хранятся. Ну, к слову сказать, что в прошлом году мы провели порядка 33 вебинаров, нашими слушателями стали порядка 5000 человек. Может быть не так много, но записи эти есть, поэтому будем рассчитывать на то, что со временем количество таких желающих и слушателей у нас увеличится. В заключение позвольте мне еще раз поблагодарить всех участников сегодняшнего конкурса, заверить вас в том, что представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности будет стремиться поддерживать развитие сферы интеллектуальной собственности в Российской Федерации, ну и также будем рады налаживанию сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Спасибо большое, еще раз поздравляю всех с наступающим праздником. Спасибо. Хочу подтвердить, как лицо заинтересованное, в том, что действительно российское представительство проводит очень много вебинаров и действительно очень по полезным практическим темам, поэтому я думаю, что если даже пользоваться... Пардон, забуду, Ханни спернул. Если пользоваться только вебинарами, можно действительно далеко продвинуться в сфере изучения интеллектуальной собственности, и это крайне полезно. Поэтому спасибо большое, Павел Геннадьевич, за ту работу, которую вы ведете, и действительно рады вашей поддержке, потому что конкурс, ну очень хотел бы, чтобы поддерживали дальше, потому что это очень важные цены для нас. Переходя к тому, что мы сегодня, в общем-то, избрали в качестве дискуссии, мы выбрали прецеденты, мы, конечно, понимаем, что у нас непрецедентные права, но, тем не менее, мы говорим о том, что у нас прецеденты все-таки имеют место, но это не прецеденты в понимании англосаксонского права, а прецеденты все-таки более в бытовом, наверное, значении, как действительно серьезные и значимые решения, которые выносятся в той или иной сфере. Мы, естественно, избрали для исследования сферу интеллектуальной собственности и технологий, которые на сегодняшний день крайне важны и переплетаются, наверное, в 90% случаев. Поэтому те вопросы, к которым мы будем сегодня затрагивать, они как раз, наверное, действительно самые обсуждаемые, самые значимые, ну и самые интересные. Поэтому большая просьба тем, кто сегодня присутствует, у нас предполагается, что будет сделан небольшой доклад по определенным делам, мы выбрали 4 дела на сегодняшнее обсуждение, и если есть желание, есть интерес к этому делу, большая просьба проявить, что проявить. Подискутировать. Да, я хотела про активность сказать, проявить активность и как-то высказать свое мнение, свое точку зрения по поводу того или иного дела. И первое дело, которое сегодня будет рассмотрено, это дело в сфере авторских прав. Я предоставляю слово Александру Владимировну Йоршу, вице-президенту АПИКЛАБ, кандидату юридических наук. Она сама назовет свой доклад, потому что я его не воспроизведу на памяти. Александра Владимировна решила, что она будет крайне оригинальна. Она действительно крайне оригинальна, но то, что она хочет рассказать, я думаю, что она донесет до нашего сведения в очень простой форме. Поэтому сейчас мы все поймем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня нет презентации. Я вообще немножко так олдскульна с бумажками, что, наверное, на дне рождения 30-летия такой цифровой среды. Традиционно. Традиционно. Поэтому я с бумажками. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я рада вновь находиться в этом зале. Рада видеть новых участников, молодых участников этого замечательного конкурса. Рада видеть старых знакомых. Все объединяются и стараются двигать, я бы сказал так, вперед отрасль в целом. Мне кажется, что сегодня будет довольно интересный день. Не только потому, что у нас и обсуждение, не только потому, что есть приятности в виде награждения лауреатов. Знаете, как удивительно получилось. Маленький спойлер. Я когда увидела доклады коллег, я поняла, что все-таки, видимо, не зря есть какие-то метафизические вещи, которые никак не объяснимы, потому что мы с коллегами выбрали примерно одну тему, но решили посмотреть на нее совершенно с разных сторон. А тема очень простая на самом деле. Она очень фундаментальная. Эта тема касается охраноспособности объектов интеллектуальных прав, а вообще объектов авторских прав. Вот Илья головой кивает, видимо, это же мысль ему тоже пришла о охранспособности фотографий. У меня очень действительно провокационно назван доклад, называется «Идентичность объекта. Не повод отказывать в компенсации». Всего-то речь пойдет об одном из постановлений суда по интеллектуальным правам, а именно о постановлении от 3 ноября 23 года прошлого. С одной стороны, дело вообще ничем не примечательное, честно скажу. Обычное дело, возбужденное по иску вообще серийного истца. В общем-то, и главный вопрос, который решал касационный суд, это вопрос, а сколько нарушений совершил ответчик, и правильно ли была рассчитана компенсация. И можно было бы перевернуть страничку и сказать, да ерундовое дело, вообще ничего там интересного для, скажем так, фундаментальных исследований нет. А с другой стороны, это дело показывает, на самом деле, очень важный момент. Мы сегодня, на мой взгляд, доросли, я имею в виду мы, это и практика, и доктрина, до того момента, когда нужно менять свое отношение к охраноспособности, ну хотя бы некоторых объектов интеллектуальных прав. Если касается, если изложить фабулу кратко, то она прям, ну очень простая. Истец доверительный управляющий исключительным правом обращается в арбитражный суд с иском к ответчику, говорит, что нарушено право, соответственно, автора на фотографическое произведение. Суды требования удовлетворяют частично, больше чем в два раза снизив компенсацию, что делает суд по интеллектуальным правам. Суд по интеллектуальным правам отменяет состоявшиеся судебные акты, отправляет дело на новое рассмотрение, но при этом, соответственно, суд говорит о том, что нижестоящие суды должны установить наличие всех нарушений, то есть количественный состав этих нарушений, ну и качественный состав, собственно, правонарушения должны установить. И все бы ничего, но крайне любопытный контраргумент в этом деле был у ответчика. Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, сказал о том, что вообще-то, друзья мои, вот то произведение, в отношении которого истец просит защиту, оно, ну как бы мягко так скажем, не охраноспособно, потому что я использовал другую фотографию, а она точно такая же. И при оценке представленных суду доказательств суд на самом деле идентичность фотографии установил. При этом авторство на эти фотографии принадлежало разным лицам. И, конечно, здесь можно задаваться процессуальным вопросом, кстати говоря, вот для тех, кто занимается, допустим, междисциплинарными исследованиями, то вот этот вопрос любопытный, а надо ли привлекать, вот в этой ситуации, когда суд все-таки установил идентичность фотографий и разность авторов, нужно ли привлекать третьим лицом автора второй фотографии или не нужно. Но этот вопрос мы оставим за скобками все-таки, потому что, ну, по большей части мы цивилисты, а не процессуалисты, но тем не менее вопрос процессуальный очень-очень серьезно здесь стоит. Вот такой, скажем так, аргумент, он на сегодняшний день о чем свидетельствует? О том, что не все фотографии одинаково полезны, да, с точки зрения, скажем так, охраноспособности, и можно или нельзя говорить о том, что у нас допускается или не допускается параллельное творчество, и вообще возможно ли параллельное творчество в сфере авторских прав. Вот если говорить о той концепции, которую транслирует сегодня наш законодатель и судебная практика, то ну, по моим наблюдениям, за последние 10 лет, во всяком случае, сформировалась доминирующая позиция, которая говорит о том, что да, параллельное творчество в сфере авторских прав существует, и я даже процитирую постановление Пленума Верховного Суда, с вашего позволения, создание похожего, но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. Ну вот, собственно, эту позицию это в комментируемом деле суд по интеллектуальным правам и использовал. Но самое любопытное, что вот эта вот ссылка на параллельное творчество, она сегодня используется в контексте, скажем так, оборонительной позиции. Она выступает как инструмент, как контраргумент против взыскания компенсации. Ну вот, всегда ли это нужно делать, или это может быть самостоятельным каким-то аргументом, а не контраргументом, тоже интересный вопрос. Но почему эта тема всплывает сегодня применительно к фотографиям все чаще и чаще? А потому что техника дошла до такого уровня, что то, что сегодня суд называет элементами творчества, оно делается техникой автоматически. Ну что у нас суд называет применительно к фотографам элементами творчества? Установка выдержки, установка экспозиции, света. Ну я думаю, что очевидно для всех, что все это вот в этой прекрасной коробочке можно установить одинаково. Вообще автоматически. А выбор ракурса тоже довольно специфическая история, потому что если мы с вами сейчас все поедем в парк заряде и будем фотографироваться вот на этом прекрасном языке, как его в народе называют, то у нас у всех будет примерно одно и то же, в одно и то же время, примерно с одним и тем же освещением. Вопрос, надо ли тот миллион фотографий, который был сделан на этом языке, надо ли их охранять с точки зрения авторского права? Вот Марина Санцерская нет. Вот мне на самом деле тоже кажется, что нет, потому что, ну просто очень яркий пример, но с другой стороны, а как относиться к этим фотографиям? И второй момент, когда мы с вами говорим о параллельном творчестве, когда в принципе, наверное, оно возможно. Оно с моей точки зрения вряд ли касается фотографий, но во всяком случае с точки зрения изобразительного искусства оно может работать. То, что, если мне память не изменяет, в системе общего права называется концепция сцена Фея, а у нас эту концепцию структурных элементов разрабатывал профессор Иона в свое время, это когда есть некий-то типичный элемент для какого-то жанра. Ну вот, соответственно, в этой ситуации может быть, наверное, говорю несколько так сомнением, параллельное творчество, имея в виду, что эти элементы структурные, которые обязательные для той или иной сферы, они не охраняются. И охраняться будет только то оригинальное, что автор в свое время внес, скажем так, в это произведение. И в этом смысле мне очень близка позиция профессора Эдуарда Петровича Гаврилова, который говорил о том, что оригинальность – это невозможность создания разными авторами, работающими параллельно, независимо друг от друга, двух одинаковых произведений, даже в одинаковых условиях. И если мы говорим о творчестве как критерии, то вот этот творческий критерий, он должен пониматься как раз через призму оригинальности. Ну, собственно, такая практика в Российской Федерации была, такая практика была в арбитражных судах, такая практика была в конституционном суде в 2005 году. Но сейчас мы с вами имеем в виду совсем другое. И, честно сказать, я вот с этого начала, этим же закончу, что мы сейчас пришли к необходимости изменения парадигмы при оценке охранспособности, ну, хотя бы фотографических произведений, а вообще по-хорошему, наверное, всех объектов авторских прав. Как бы это ни удивительно звучало, но сегодня технологический прогресс приводит к тому, что мы сокращаем, ну, или должны сократить, я бы так сказала, правовую охрану некоторых объектов авторских прав. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Замечательная, кстати, и проблема поднятая. Я очень часто задумывался о том, кому должны принадлежать авторские права, когда мы говорим о, например, открыточных видах, да, вот которые фотографии с одного ракурса, с одной колокольни, да, там один план действительно может быть, но если это, например, какое-то старое здание, уже трудно вспомнить, да, кто был первый, кто залез на эту колокольню, увидел этот вид, там затащил фототехнику и сфотографировал. Сейчас тоже такие события случаются, когда вводится в эксплуатацию там какой-нибудь небоскреб, и кто-то увидел, увидел там закат или рассвет с 89-го этажа Москва-Сити, например, вот поймал этот момент, остальные будут, конечно, ну либо пытаться воспроизвести, ну либо пытаться что-то похожее сделать, там, при других погодных условиях, в другое время года, но тот, кто первый же смотрел и увидел вот этот интересный кадр, разве он должен лишиться авторских прав? А кто первый? Здесь очень важный вопрос. А это кто успел напечатать свою фамилию там везде, да, ну имеется в виду, как открытку выпустить или в интернете разместить? Я буду второй, залезу на эту же колокольню и размещу водяной знак. То есть у нас на сегодняшний день, мне кажется, с фотографиями очень большая проблема состоит в том, что те критерии охраноспособности, которые есть, а их всего два, это творческий характер создания объективной формы выражения, этих критериев недостаточно. У нас, я не знаю, любой фотографический мусор, простите меня, стал объектом авторских прав. И это ужасно, потому что я уже не говорю там про какое-то системное администрирование этих прав, но все равно вот эта вот правовая охрана непонятно чего и непонятно от кого, она как минимум вызывает сомнение вообще в целесообразности такой. Поэтому здесь, если говорить о том, кто первый, не знаю, невозможно определить, кто первый. Нужно смотреть уровень творчества, потому что насколько это отражает, как это красиво звучит в литературе, да, насколько произведение фотографическое является продолжением личности автора. Вот такое вот. И этого надо охранять, и он не всегда будет первым. Ну вот я могу сказать по поводу Андрея. Он любитель ездить по маленьким городам и фотографировать совершенно чудесные виды, не знаю, что такие существуют, и когда я смотрю, я понимаю, что это красиво. Вот поэтому я понимаю его за интерес, чтобы с тобой застолбить права, но я так понимаю, что Георгий что-то хочет сказать, Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с коррекционным центром. Я сам могу сказать, да, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями коррекционного центра домена ФРУРФ. Ну, я как человек больше на фразу невозможно определить, кто первый, реагирую как сторожевая собака. Все очень, на мой взгляд, проще простого. На самом деле есть технический таймстэмп, который есть в метаданных конкретного файла. Не важно, будь это фотография, будь это сгенерированная какая-нибудь запись или еще что-то. Поэтому, в принципе, здесь можно с привлечением технического эксперта четко установить, что этот конкретный файл был создан на таком-то устройстве, там фотоаппарат Canon такой-то, модели такой-то, в такое-то время, даже в том числе даже с географической меткой. Это первое. Второе. Можно я сразу парирую на первое? Можно. Да, нужно. Дело в том, что когда решается вопрос, кто первый, то, как правило, этот же вопрос решается не абстрактно вообще, а вот в суде между вами и мной. И тут-то, конечно, да, пожалуйста, суд говорит, предъявите метаданные, предъявите оригинал полноразмерный, и мы все определим. Вот здесь нет как раз проблем. В данной ситуации я-то с вами абсолютно соглашусь. Смотреть надо, насколько фотография одражает того человека, который ее делал. То есть, ну вот некое такое субъективное, скажем так, содержание. Я-то немножко о другом, о том, что те современные фотографии, которые у нас охраняются, они абсолютно вот, ну, ксерокс друг друга практически. Шлака много. Шлака много, да, абсолютно. И зачем охранять шлак? Я призываю к тому, чтобы вернуться к охране действительно того, что нужно охранять. Вот, а селфи, которые делают девочки-студенты по дороге в университет, ну, простите, это должно быть неохраняемое. Союз фотографов Российской Федерации. Единственное, что... Членская книжка, взносы, все так, вот только эти люди вправе. Нет, но это специфический, на самом деле, критерий такой. Хочешь, чтобы тебя защищали? Управленческий. Докажи, что ты настоящий профессиональный фотограф, чтобы тебя приняли в сообщество, тогда будут защищать. Есть масса примеров, когда великие художники не были членами сообщества, более того, вообще занимались другой профессией, но тем не менее. Можно, да. Сергей Копылов, заместитель директора Координационного центра по правовым вопросам. Ну, первое. Фотографии надо оставить под охраной, потому что куда девать... Баба-Яга, как всегда, против, да. Куда девать ту армию юристов, да, которые сейчас занимаются вот этим, так сказать, фотографическим троллингом. И спамят все возможные конторы, которые хоть одну фотографию разместили где-то на сайте. Вот, второе. Пометуя, недавно прошедшее заседание научно-консультативного совета суда по интеллектуальным правам, по-моему, боюсь наврать, по-моему, это сказал Федотов, да, бывший председатель СПЧ, что речь идет на самом деле о фотографическом произведении, не просто о фотографии, а о произведении. Но здесь натыкаемся на второй критерий. Творческий характер презюмируется. То есть нельзя сказать, что вот это шлак, вы сейчас обидели целый гражданский кодекс. Для вас это все произведение искусства, несмотря на то, что там, что бы там не было изображено, хоть забор, даже без букв, просто забор, да, это творческий характер. И третье, что я хотел отметить, я буду, короче, будет четвертый, но оно коротенькое. Третье. Хорошо, надо лишать охраны способностей. У меня сразу вопрос, а с чего начать? С конвенции? С гражданского кодекса? Внести какие-то точечные изменения? То есть, если мы хотим что-то предложить, надо сразу предложить способ, и этот способ должен быть максимально простым. Потому что, если мы выходим на межгосударственный уровень конвенции, да, то это понятно, эту идею можно сразу похоронить. То есть их, дай бог, дождутся наши внуки. Я, если помните, когда были приняты конвенции, и когда к ней присоединились, тогда еще, как говорится, первопечатник Федоров был жив. Вот. Ну, я утрирую, конечно. И четвертое хочу сказать. А что это наши лауреаты молчат? И наши гости? Мы-то меж собой наспоримся на любом заседании правового комитета, других комитетов и так далее. И причем не договоримся. Коллеги, те, кто вот в начале, те, кто впервые вот в нашей дискуссии, так сказать, видят, этот мордобой продолжается годами. Вот. И он становится только все яростнее, яростнее, яростнее. Было бы интереснее и вас послушать, поэтому, пожалуйста, смелее высказывайте. Любые идеи, они, как говорится, как лык в строку. Спасибо. Ну что, начнем с четвертого или с третьего? У нас давайте тогда, коллеги, если вы решитесь, то на следующем тогда уже, да, и на сейчас, да, давайте. О, Георгия какого-то. И, действительно, наверное, самый сложный вопрос в этой теме, где-то покупка, ну, мне это как-то, это попытка разграничения и поиска вот этого момента, с которого начинается охрана способности, вот, допустим, той же самой фотографии. И у меня в голове всегда был контраргумент, который я сам для себя представлял, в резюнции авторской правовой охраны. Вот у нас здесь прозвучал тезис о том, что фотография там, она, например, должна как-то выражать личность лица, который ее хоризует хорошо. Другие ребенок случайно нажимает на кнопку смартфона и делает фотографию. Продолжение наруча. Обезьянка, да. Да, известно, что это самоседка. Ну, говорите, что это самоседка. Допустим. Ну, для обезьянка самоседка, вот, пол, 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 пол. Да, да, да. У кого права, у кого права, обезьянка, правосубъектность его особо не наделишь, то тогда будет... Не, ну, по народу этот спор решен. Он решен был в пользу прав фотографа в свое время в Штатах. Замечательно, замечательно. Ну, и вот мы подходим к проблеме того, как вот разграничить момент охраноспособное, фотографическое произведение или неохраноспособное. Я когда писал свою работу под алгоритмом, я в своих рассуждениях, далеко не все, из которых перенес работу, довольно далеко пытался заходить. Что если, например, по аналогии с патентным правом, там есть изобретательство, говорю, что если что-нибудь придумать наподобие авторского угроза? Ой, нет, это сложно. Вот, да, это сложно. Я понимаю, потому что здесь, опять же, да, вопрос квалификации. Там, с какого момента можно считать, что произведение там передает личность и во что считает личность? Нет, мы можем, как исследователи, конечно, в это грузиться и долго на эту тему рассуждать, но представьте суды, у них там сегодня запланировано 40 дел, как бы и одно из них по интеллектуальной собственности, и надо решить, авторское это произведение или нет. Как вы думаете, как долго они будут рассуждать, связанно с личностью автора или нет? Нет, но искусственный интеллект в судах, он используется не для этого, он используется все-таки для подбора судебной практики, он все-таки помощник, он не решает. Не пугай меня. Вот, вы знаете, на самом деле, задачка решается достаточно просто, и она, в общем-то, решена в немецком праве, у них там авторским правом охраняются произведения фотографические, и те, которые не являются произведениями, охраняются как смежным правом. То есть специально есть, как бы, вот когда мы фотографируемся сейчас здесь, по нашему праву это будут авторские фотографии Виктории, принадлежащие, Бунчук, а все посмотрели на Викторию, а когда мы говорим про немецкое право, то там бы эти фотографии принадлежали бы ей, но они бы принадлежали и на смежном праве. То есть, как бы, совершенно нормальный подход, который не говорит о том, что все, вот эти себяшки, в смысле селфи, это охранять авторским правом, но это какое-то кощунство просто. Тем более, я, например, когда себя фотографировала, я купила новый телефон, долго не могла понять, почему я там какая-то странная. Через месяца два до меня дошло, что это, оказывается, настройки китайские, и они сразу установлены. То есть у меня какие-то глаза огромные, там, нет, наоборот, они огромные, маленький ротик какой-то совершенно, ну, в общем, это было не я думаю, неужели так изменилось. Вот, нет, на самом деле, это пугающе. А потом, когда я увидела что-то настройки, я поменяла, как бы, и стала похожа на себя. То есть, как бы, вот, когда ты делаешь селфи, ты, в общем-то, даже не делаешь это сам, ты подчиняешься алгоритму. Поэтому селфи – это вообще отдельная песня, мне кажется, как фотографию вообще рассматривать не надо, это прям технологии-технологии. И вообще фотография, как бы, она чем интересна, на мой взгляд, тем, что как раз это первая технология, которая у нас введена вот в качестве объекта права интеллектуальной собственности. И здесь как раз мы можем говорить о том, что надо разработать концепцию вот именно минимального участия человека в создании объектов. Вот это вот как раз, мне кажется, важно. И вот эта вот идея о том, что использовать немецкий опыт для распределения фотографий на авторские и смежные, как бы, мне кажется, очень хороший. Для этого совершенно не нужно менять ни концепцию, ни законодательство. Вот, собственно. Если, может быть, только в смежных правах добавить один единственный объект, а, собственно, критерий вот этого вот минимального допуска в сферу охраны, но эти критерии вполне себе могут разработать суды. Что, кстати говоря, вот на том самом упомянутом заседании научно-консультативного совета и пытались сделать. Но, насколько я так понимаю, я присутствовала на этом заседании, ни до какого общего знаменателя так и не договорились. Поэтому предстоит такая серьезная работа. Тяжело, потому что фотография, на самом деле, при том, что она понимаема всеми и давно уже объект авторского права, конечно, понять, что это технология, технология и фотографии, как-то у всех вот руки не доходят. Просто фотографии сравнивают с картинами, скорее всего. А это надо посмотреть не так, это не картина, это результат творческого труда с использованием технологии. Это совершенно другой уровень абсолютно получается. Поэтому, мне кажется, вот фотография вот прям, ну, это не отдельный объект, но, в принципе, он, конечно, совершенно другой по сравнению с художественными произведениями нашими, и здесь много можно чего придумать, и поэтому суд по интеллектуальным правам в этом смысле, конечно, молодец, потому что он поднимает такие вопросы сложные и пытается их решить. И здесь можно сказать, что они молодцы. Георгий, ты что-то хотел? Ладно, спасибо за первый доклад. Александр Владимирович, большое спасибо, что вы подготовили такое интересное дело, что мы тут немножко даже сцепились. Второе дело мы решили обсудить, вернее, не мы, Екатерина Максимовна Калиничева предложила у нас партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании Семенов и Певзнер, предложила обсудить саммари. Вот являются ли они самостоятельным объектом, вернее, переработка ли это, или это новый объект авторского права. Вот, Екатерина, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Я немножко шеплю, мне кажется. Я тоже без презентации, потому что дело сама расскажу. На самом деле, я знаю, что многие юристы это дело отмечали в прошлом, в 2023 году, как значимый прецедент про саммари, но я вот читала всю фабулу дела и поняла, что оно еще до конца не решилось. Там апелляция будет уже 2-я, 15-го мая. Но я не думаю, что это сильно повлияет, на самом деле, на суть всей этой истории. Коротко, в чем весь сэрбор. Есть такой автор Максим Ильяхов, может быть, вы знаете, это автор книг «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки». И одно такое издательство, Smart Reading, но тут само название говорит само за себя, оно делает саммари известных каких-то произведений. Вот они сделали саммари его произведений, выложили у себя на сайте, выложили на Литресе, создали еще и аудиоверсии этой книги, но и, соответственно, самому автору оригинального произведения это не понравилось. И суть его требования была в том, что саммари его произведения – это по факту переработка оригинального произведения, а значит, нужно было получить у него согласие на такое использование. Но оппозиция ответчика была в том, что это никакая не переработка, это вообще новое произведение. У самого издательства есть договор с автором, который создал это саммари, и вот свой условно пересказ она воплотила в этом саммари, они заключили договор, исключительные права принадлежат издательству. Но я здесь немножко напомню, в чем отличие, в принципе, переработки нового произведения, потому что в результате переработки действительно создается новое производное произведение, но чтобы его затем использовать, нужно получить согласие автора оригинального произведения. При этом производное произведение у нас в России, оно является самостоятельным, то есть оно охраняется независимо от прав автора оригинального произведения, у него свой срок охраны, автор оригинального произведения не является соавтором, это отдельное новое произведение, но чтобы его создать, нужно получить согласие автора. По факту ответчик еще пытался ссылаться на то, что это цитирование, то есть они процитировали оригинальное произведение в научных информационных целях, доносили до публики вообще ценность этого произведения. Ну, а автор просил, собственно, прекратить незаконное использование и 9,5 миллионов рублей компенсации, но не только за литературные два произведения, а еще за два товарных знака. Название книги «Пиши, сокращай» зарегистрировано как товарный знак и, собственно, само имя Максима Ильяхова тоже зарегистрировано как товарный знак. Поэтому здесь компенсация требовалась за 4 объекта сразу. Ну, забегая чуть вперед, ответчик пробовал еще и оспорить регистрацию товарных знаков, говорил о том, что нет различительной способности, но в это время еще и сам подал заявку на товарный знак «Пиши, сокращай». Собственно, естественно, об этом представители автора рассказали, про недобросовестность указали, но Роспатент отказал о возражениях, в селе осталась регистрация товарных знаков. Ну и суд первой инстанции, он высказался о том, что действительно саммари-произведение – это производное произведение. И по факту здесь может быть два варианта, когда мы говорим про саммари. Первое – это переработка, то есть когда на основе оригинального произведения создавалось новое произведение, ну как-то его адаптировали, пересказали, какую-то часть использовали. А еще может быть сокращение произведения. То есть по факту у нас оригинальное произведение остается тем же самым, просто оно становится меньше. Ну здесь ответчик, он убрал какое-то большое количество глав, и у него получилось это саммари. Но, естественно, автору это еще не понравилось, потому что у него у самого на произведении написано, что существует только бумажная версия этого произведения, ее нет в электронном виде, и если вы сейчас читаете это произведение на экране, вы заплатили пиратам. В общем, у него у самого такая позиция была. Суд в итоге в первой инстанции встал на сторону автора, сказал, что да, действительно, это переработка саммари, снизил компенсацию до 6,5 миллионов рублей. Ответчик пошел дальше в апелляцию, апелляция оставила в силе, потом дошли уже до касации и суд по интеллектуальным правам. Он отправил дело на новое рассмотрение, но только в одной части, потому что, как выяснилось, еще у этого произведения есть соавтор. То есть обратился только Максим Ильяхов за защитой прав, и суд по интеллектуальным правам сказал о том, что когда у нас есть соавтор, то на его права и обязанности это может повлиять, он должен быть привлечен в качестве третьего лица. И в чем возникает сложность? Сложность возникает в компенсации. То есть когда она взыскана, как ее распределять между соавторами? То, что взыскали, это в отношении только этого автора, или это на всех соавторов, которые нужно разделить? Поэтому в этой части суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение, а в остальной части оставил его в силе. Тут же снова первая инстанция рассмотрела это дело, привлекли в качестве третьего лица второго соавтора. Девушка, женщина, ну в общем, отказалась от того, чтобы быть сейсом в этом деле и заявила, что у нас было соглашение с автором. Мы решили, что у нас равные доли, поэтому компенсацию, которую вы взыщете, я считаю, что вы в равных долях просто должны распределить. Но здесь суд указал, поскольку вы не являетесь истом, мы не можем сейчас взыскать компенсацию в вашу пользу. Мы взыскиваем компенсацию только в пользу одного автора, а дальше за ней остается право также обратиться с исковым заявлением к этому издательству и также взыскать эту компенсацию. Ну, а теперь ответчик снова подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 15 мая. Скорее всего, снова будет говорить, я каждый раз смотрела, на что он жалуется, естественно, он говорит о том, что нарушены нормы материального процессуального права, что это цитирование, что он раскрывал творческий замысел автора путем этого саммари, но по факту все суды пока в этой части непреклонные и говорят о том, что действительно саммари это переработка произведения, то есть на что создается новое произведение, производное, но нужно получать согласие автора, скорее всего будут спорить о сумме компенсации. Вот это, да, Александра, я думаю, что это продолжение вашей темы, вы как раз поднимали вопрос в части привлечения, да, там, соавтора тоже в качестве третьего лица, вот здесь этот вопрос, он открыт, потому что вы сказали, что у нас здесь в основном цивилисты, я меньше процессуалистов, вот я себя, наверное, к процессуалистам отнесу, я больше туда. Про практику, да, я в целом с решением согласна, мне почему-то кажется, что это какая-то непреложная истина, что саммари действительно является переработкой, потому что оно изначально создается на основе оригинального произведения, известно об оригинальном произведении, и потом уже такое вот краткое изложение, без разницы в каком виде это используется. Если мы говорим про переработку, у нас, понятно, возникает новое произведение, новое произведение используется, но нарушаются права на оригинальное произведение. Если мы говорим про сжатие, то у нас тогда используется оригинальное произведение, но все равно с нарушением прав, потому что не получено в согласии автора. Вот, и еще что важно, для дела переработки всегда характерна экспертиза, как понять, что была переработка или нет. Здесь стороны отказались от проведения экспертизы, но суд, когда сличал два варианта, он сказал, что да, действительно, эти тексты практически идентичны, просто убранные какие-то главы. Но это на самом деле важно, потому что я сама в делах о переработке участвовала неоднократно, и один раз я сама, ну, таков был путь, таков был план, я отказалась от проведения экспертизы, и в итоге суд, допустим, на мою сторону тогда не встал. Он сказал о том, что, а я вот считаю, что не похоже. Ну да, там были изображения, имеется в виду графические изображения, он сказал, что я не считаю, что вот эти два изображения похожи, потому что я ссылалась на аналогичную практику по товарным знакам, что суд, как потребитель, может решить, действительно ли схожи эти персонажи или нет, но суд посчитал, что они не схожи. Здесь вот как, слава богу, посчитал, что да, но скорее всего это было очевидно, я не сличала саммари и оригинальное произведение, но в целом и сам ответчик здесь не оспаривал факт того, что он создал саммари именно оригинального произведения. Спасибо. Мне кажется, насколько я помню, там собственно говоря, само саммари содержит указания на то, что оно создано на основе, поэтому ему даже было бы очень странно говорить, что это не мы, как бы мы просто мем проходили, потому что он сам указал на то, что он создал на основе. Мне кажется, вот если бы не было вот этого указания специального, тогда действительно было бы возможно что-то обсуждать в части того, что производны это или нет. И здесь на самом деле я, честно говоря, слышала отзывы о том, что саммари получилась более удачная, чем оригинал, потому что оно более краткое. Вот когда автор говорит, пиши, сокращай, да, вот все сократили, пользуйся его же рекомендациями, и представили совершенно сокращенный вариант, который содержит необходимые такие актуальные идеи. И поэтому саммари получился прямо руководству к действию. Вот поэтому я вот думаю, честно говоря, на самом деле, я вот тут соглашусь с судом по поводу того, что он сказал вам именно, что надо, типа я не вижу, что надо экспертизу проводить, потому что в части товарных знаков все-таки ситуация одна, там действительно оценивается не произведение, как бы там оценивается то впечатление, которое производится на потребителя. И это суд, он в принципе тоже потребитель, он же точно так же ест, как бы носит одежду, как бы пользоваться автомобилями. Поэтому там нормально. А когда мы говорим все-таки о не о средствах индивидуализации, а о результатах интеллектуальной деятельности, мне кажется, там лучше все-таки говорить об экспертизе и задачиваться этим заранее, потому что сравнивать произведения, это все-таки не наше, это как бы дело потребителей, мы произведения не можем воспринимать так, как это делают эксперты. И для суда, мне кажется, вот именно в части результатов интеллектуальной деятельности, вот в части авторского права, ну про патентное там как бы вообще однозначно, вот тут, конечно, экспертиза мне кажется, обязательно является. А в части переработки там столько вопросов, я честно говоря вообще не знаю, вот стоит ли считать саммари. Вот да, вот здесь как бы разные случаи бывают, потому что если, например, человек взял ту же тему, как бы ту же идею, но не просто сократил, как ему рекомендовали, а перелопатил все и как бы создал более краткий такой руководство к действию, то может быть оно могло бы считаться самостоятельным произведением. Форма в принципе совпадает, конечно, текст, ну а если бы он это сделал в картинках? Ну как бы вот, да. Ну, во-первых, давайте так, эксперты, это как юристы, чем больше экспертов, тем больше мнений, и тут непонятно, при этом у меня сразу возникла юридическая задача, а если мнение, заключение экспертов совпали, кто чьи права нарушил? Ну второй эксперт повторил заключение первого, получается. Хорошо, мы решили, кто прав. Нет, хуже, когда два эксперта не совпали. У одной стороны одно. У меня тоже такого было. Один эксперт, мой эксперт сказал, вы правы, эксперт другой стороны сказал, они правы, и мы встали уже, ну сейчас будет третья у нас судебная экспертиза. В вашем случае это хорошо все. Ну вот, получается, если три разных все хорошо, если два одинаковых заключения от двух разных экспертов, они рискуют судом между собой на нарушение авторских прав. Первоначального произведения, первоначальной экспертизы. Я же про что и говорю. Авторское право неизбежно убьет мир. Это вот мое... Потому что в любой задаче можно дойти до абсурда. Нас убьют последними тогда. Мы в нем разбираемся хоть что-нибудь. Вот, все, у меня все, только реплика. У меня тоже небольшая реплика, Марина, просто вы сказали про то, что слышали отзывы о том, что действительно самри получилось лучше, чем оригинальное произведение. Но в самих судебных актах, ну понятно, что это позиция ССА, да, и в любом случае им нужно было об этом говорить. Я не представляла здесь ни одну сторону, сразу говорю. То они говорят о том, что было много негативных отзывов, то есть когда люди читали и вообще не поняли. Ну, то есть как будто бы суть какая-то куда-то ушла. И, собственно, это тоже они, видимо, когда спросили сумму компенсации, тоже на это уповали. Вот. Ну, все по-разному воспринимают. В принципе, может, кому-то действительно произведение так зашло, что как бы они уже не понимают, как это можно портить хорошее произведение. Вот поэтому нормально, как бы сколько людей, столько мнений, только юристов, как бы. Вот столько мнений. Наши коллеги что-нибудь? Да. Саммари является производным произведением просто в силу того факта, что если бы у нас оригинальное произведение не существовало бы, то не было бы и саммари. То есть интеллектуальные усилия автора этого саммари, ну, они были направлены на какое-то сопоставление от оригинального текста и какое-то его обобщение. Ну, соответственно, если бы оригинального текста не было, то и не было бы обобщения. Ну, вот такая простая мысль. Ну, да, это же народное творчество. Сергей Александрович у нас с этим отличается. Он всегда не соглашается. Это принципиальная позиция. Он просто ищет, где бы можно было не согласиться. У него первое высказывание, это баба-яга против, и начинается потом изложение своей позиции. Это уже все привыкли, как бы радуются, иначе бы не было дискуссии. Нет, на самом деле саммари это сложная тема, потому что производные произведения у нас, в принципе, плохо действительно разработаны, и суды, на самом деле, я их понимаю, они затруднения испытывают. Но в данном деле, мне кажется, суд идет в правильном направлении. Но тут и дело не столь ужасное, в том смысле, что здесь понятно, что производные произведения изначально. Поэтому как бы здесь деваться некуда. А вот у меня такой вопрос сейчас возник. Слышно, да, коллеги? Саммари и конспект. Чем они отличаются? Ну вот так. Диссертация и автореферат. Не, ну, понятное дело, что я, кстати, когда автореферат писала, что одно и другое диссертация. Это было мозгословно, потому что я свои писала. Это ужасно, когда ты пытаешься изложить что-то, то, что ты изложил на 400 страницах, надо изложить на 20. Но вот это нереально. Поэтому это сложная работа. Я-то немножко даже с другой точки зрения, потому что Екатерина сказала, что в деле комментируемом там саммари было не совсем конспектом. Там были цитаты из Ильяхова. Но я так поняла, что там изначально автор этого саммари, она или он, не важно, ну, в общем, автор саммари как-то своим языком высказал те же самые идеи, которые были у Ильяхова. И привел цитаты дальше. Или я неправильно понимаю? Это была позиция ответчика, что они заключили договор с автором саммари, что у нее получили права, и поэтому это новое оригинальное произведение. В части сравнения суд написал, что пришел к выводу, что практически идентичные саммари и оригинальное произведение. Я сами тексты не сравнивала, но суд указал на идентичность. Поэтому здесь я с Маринг Сандровой соглашусь в этой части, что они действительно взяли за основу, скорее всего, тем более они сами ссылаются на цитирование, скорее всего, там было очень много чего взято. А так в части переработки, конечно, очень сложно. Я уже немного даже устаю отвечать на вопросы про каверы музыкальных произведений. Это вообще все. Понятно. Мне проще, потому что у меня диссертант в прошлом году защитила диссертацию по производным произведениям, поэтому мне пришлось в эту тему въезжать. И я как бы в курсе, когда про это говорят что-то. Я говорю, да-да-да-да, говорю я, я-я. Ну хорошо. В общем, тема на самом деле неисчерпаемая, честно говоря. И вот это вот действительно дотронуло такой верхний пласт. У нас дело не самое сложное, как говорится, но оно показывает даже, что не в самом сложном деле масса интересных вещей может выплыть. И оно может быть послужит таким опорным пунктом для дальнейших дел. Хотя бы судан дальше будет понятно, куда двигаться. По крайней мере оценивать, производные произведения или нет. А уже с компенсацией они, думаю, как-нибудь разберутся, потому что это уже их вотчина, они там, думаю, знают, что делать. Так, спасибо большое, Катерина Максимовна, за доклад, за дело, которое вы выбрали. Так, следующий у нас старший юрист юридической компании Ларут Кадаков Игорь Дмитриевич, и он у нас расскажет как раз про дипфейки. Да, коллеги, спасибо за возможность выступить. И еще раз поздравляю всех с началом недели индивидуальной собственности. Я, мне такое ощущение, что я на другой стороне немножко стою. У меня как раз тема наоборот права и охрана видеороликов, там, аудиовизуальных произведений, созданных с использованием технологии и как инструмент. И у меня вообще такое ощущение, что у нас продолжается дискуссия прошлого года. Мы как раз обсуждали возможность любой правовой охраны результатов созданных или сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, нейросетей и так далее. И я, это буквально новое дело, которое обсуждают многие юристы на практическом, научно-практическом уровне, связанное с, я не скажу, что оно какое-то прецедентное и на данный момент оно только было рассмотрено в апелляции, в 9-м арбитражно-апелляционном суде. Но, тем не менее, поскольку мы пока не имеем другой практики, и мы можем хотя бы посмотреть на ту логику, которая есть у российского суда в этой части. Фабула дела заключается в том, что компанией был заказан видеоролик у другого креативного агентства. Видеоролик был записан, это аудиовизуальное произведение было создано с использованием искусственного интеллекта и, соответственно, технологии DeepPack. То есть, по сути, у нас есть некое аудиовизуальное произведение, и к нему еще использовалась технология DeepPack, где, соответственно, вместо актера был использован образ Киану Ривза. То есть, здесь, конечно, много вопросов еще, в принципе, и про этичность использования, и про согласие использования изображения Киану Ривза. Но, тем не менее, мы видим, что и данный видеоролик был использован со стороны ответчика в своей рекламной деятельности. Соответственно, здесь можно утверждать, что было воспроизведение видеоролика. Стал вопрос о том, является это нарушением авторских прав или нет. И ответчик ссылался на позицию, поскольку видеоролик создан с помощью искусственного интеллекта, отсутствует творческих вклад, такое аудиовизуальное произведение не является охраноспособным. Суды пошли по другому пути, они сказали, что нет, мы все-таки считаем, что это аудиовизуальное произведение охраняемое. Фактически, использование технологии DeepFake – это лишь инструмент обработки технического монтажа, и мы не можем говорить о том, что здесь нет творческого вклада команды авторов, был сценарист, был видеооператор, актер и так далее. Соответственно, фактически, там на самом деле позиция очень маленькая, там два судебных решения по четыре страницы практически. Но логика очень простая, что есть сначала аудиовизуальное произведение, которое было создано, поверх него наложили определенное изображение, и это не влечет фактически потерю охраноспособности аудиовизуального произведения. То есть я на самом деле в этой части поддерживаю ИСОВ, считаю, что в целом любые технологии, как мы уже говорили, фотоаппарат или любые средства монтажа, они могут использоваться, они не должны влечь невозможность охраны каких-то форм произведения. Я в данном случае, например, не очень согласен с Александром Владимировным, что нам не нужно охранять всякий шлак и так далее, селфи и так далее. Но здесь просто вопрос действительно, кто, 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 в каких случаях кто будет защищать. То есть в определенном случае, если я сделал селфи, я не хочу, чтобы третье лицо использовало мое изображение. Здесь задает вопрос, будем мы охранять авторские права, будем ли мы охранять личные неимущественные права, это другой вопрос. Но, тем не менее, в определенной степени, почему я должен терять возможность охраны и своего изображения, и тех фотографий, которые я делаю. То есть здесь остается, мне кажется, этот вопрос. И в продолжении как раз за год, в сравнении с предыдущим обсуждением, появилась новая практика, с которой я частично и согласен, и не согласен в развитии и использовании технологии искусственного интеллекта. Вот в прошлом году появилось дело в Китае, где суды пришли к выводу, что по сути создание изображений посредством использования, целенаправленного использования определенных ключевых слов, использования промтов и так далее, и создание изображения, хотя здесь нет творческого вклада в обычном понимании, влечет фактически создание изобразительного произведения. И фактически в дальнейшем, дальнейшее распространение такого изображения невозможно. Это, конечно, противоречит совершенно нашему законодательству, нашему походу к охране произведений, но вот это один из сложных вопросов, как разграничить возможность охранноспособности произведения в тех случаях, когда используются какие-то технические инструменты, искусственный интеллект, как мы будем определять творческий вклад автора и, соответственно, использование этих технических инструментов. С другой стороны, вот еще один пример, который тоже широко обсуждался в прошлом году, это создание с помощью искусственного интеллекта комикса «Рассветная заря» со стороны его регистрации в американском ведомстве. И к чему пришли? То есть, как бы, искусственный интеллект использовался для создания изображений комикса, а весь текст был создан автором, я не помню, Анастасией. И американское ведомство сказало, что объект, соответственно, не охраняется, поскольку отсутствует творческий вклад, автоматическое генерирование контента не может рассматриваться в качестве произведения. И, конечно, в этом случае мы можем говорить, что объект не охраняется, охраняется только некое литературное произведение, тот текст, который был создан со стороны автора данного комикса. Мы даже не можем говорить об авторе комикса, скорее об авторе текста. Но, тем не менее, мне кажется, что все равно какие-то сдвиги в отношении данных сгенерированных результатов, они идут, и идут в дискуссии, и бизнес, по крайней мере, может быть, здесь издательский бизнес бы наставил на том, что такие произведения должны охраняться, поскольку творческий вклад заключается не в том, что мы рисуем определенное изображение, а в том, что мы получаем конечный готовый продукт, комикс, который можно распространять, коммерциализировать и так далее. То есть сейчас мультфильмы рисуют таким образом, что какие-то отдельные элементы, они создаются изначально одним автором, а потом тысячу раз копируются в программе, например. И уже стоит вопрос, мы же от этого все равно будем охранять конечное мультиплиграционное произведение. И, в принципе, уже многие мультфильмы могут быть созданы без участия таких авторов в обычном понимании. То есть можно нарисовать мультфильмы просто используя технологию искусственного. И это будет дальше развиваться. И вот станет вопрос, нам совсем не охранять или нам охранять это смежными правами. В общем, мне кажется, что здесь, конечно, остается много пространства для дискуссий. И прежде всего, я надеюсь, что у лауреатов и в будущем будет возможность поучаствовать, подискутировать на эту тему и выразить свое научное, научно-фактическое мнение по этому вопросу. Можно я сразу встряну? Я даже не сомневалась, насколько. Я почему сразу так приободрилась, потому что за последний год я, наверное, раза три или четыре по поводу вот этого дела Refase Technology вообще имела возможность что-либо сказать. Мне кажется, что вообще значение этого дела сильно переоценено для практики. Я совершенно согласна и с судом, и с тем, что сейчас сказал Илья, что в принципе технология в данной конкретной ситуации не влияет никак на охранспособность финального произведения, потому что финальное произведение – видеоролик. Кто такой Киану Ривз в данной ситуации, в данном ролике? Я даже, честно говоря, коллеге заморочилась, я нашла этот видеоролик в сети, я посмотрела этот видеоролик. И для тех, кто не видел, скажу, там главный герой, вот Киану Ривз, он все время дома что-то забывает и возвращается домой. То он ключи забыл, то утюг выключить забыл. Проблема-то вообще в том, что охраняется что? Целостный объект, аудиовизуальное произведение, видеоролик. Окей, есть заказчик, есть исполнитель, который делал этот видеоролик, есть договор об отчуждении исключительного права. В чем проблема? В данной ситуации герой Киану Ривза – это кто? Персонаж, то бишь часть аудиовизуального произведения. Дальше смотрим нашу практику. Персонаж самостоятельно охраняется, только если он в отрыве от этого произведения будет ассоциироваться с этим произведением. Ну, выдерните Киану Ривза из этого видеоролика, но его скорее с матрицей проассоциируют, нежели с каким-то рекламным видеороликом, где он все время что-то дома забывает. Поэтому он в принципе, как самостоятельный персонаж, даже в отрыве от этого произведения, аудиовизуально вообще не охраняется. Но другой вопрос, да, очень серьезный вопрос, охрана дипфейка в частном или публичном правом. Я, помнится, на заседании координационного центра говорила об этом, что, в общем, мировая практика идет по публичке. Поэтому мне кажется, что здесь суды другого решения просто принять не могли. И размахивать этим делом как флагом и говорить о том, что у нас тут в России сейчас авторское право на дипфейке установили. Да, ребят, ну неправильно это. Не об этом судебное решение. На самом деле, клабы сделали замечание, мы тоже увешали эту новость. И один из коллег написал, что зачем вы так вешаете, никакого права на дипфейке нет, и как бы авторского, и это только вводить в заблуждение. На самом деле, если распределять то, что возникает в отношении технологии дипфейка и результатов использования технологии дипфейка, это все-таки разные вещи, их действительно надо разграничить. Мы как раз на заседании об этом говорили. Но здесь-то, в принципе, я согласна, что дело, может быть, оно и не очень серьезное, не очень весомое, но на самом деле она начинает формировать практику, подход к дипфейкам. И то, что суд сказал, что раз это созданный результат авторского труда, то и то, что туда внедрили кусочек дипфейка, ну и ладно, и все равно это охраняется авторским правом, но и сказал это судно, и слава богу. И то, что не начали выносить это в какую-то другую плоскость, мне кажется, это правильно, и судебное решение, оно нормальное абсолютно. Поэтому я, например, его могу только расценивать, что начали формировать судебную практику дипфейком, и слава богу. Расценивать его прям как что-то капитальное, такое прямо основополагающее, конечно, нельзя, но, тем не менее, оно действительно позволяет там поднимать массу вопросов. И то, что вот сказал Илья, что вот те себяшки, которые надо охранять авторским правом, селфи, которые он не готов давать на утку кому-то использования. Я, например, честно говоря, поскольку фотографии периодически пишу про них, мне это интересно, и я понимаю всю отстраненность фотографий от вообще результатов интеллектуальной деятельности, от объектов авторского права в частности. Хочу сказать, что на самом деле фотография имеет очень много правовых режимов, и совершенно не обязательно каждый раз притягивать к фотографии режим авторского права, потому что она может охраняться и как объект именно персональной данной. И компиометрические данные, но если это специальная фотография, которая соответствует тем требованиям, которые отражены в соответствующих ГОСТах. Фотография может охраняться там по правилам перспективы. Нет. В общем, я, честно говоря, сейчас с трудом воспроизвожу свою же собственную статью, написанную с авторством и с Ольгой Саевой, но на самом деле мы там поднимали массу вопросов, которые затрагивают фотографию, которая позволяет охранять различные аспекты, когда речь касается об использовании фотографий. То есть авторское право – это не панацея от всех бед. То есть если вам нужно защитить свои права как лица изображенного на фотографии, то вы можете использовать и в том числе гражданский кодекс и закон о персональных данных, то есть какие-то правовые режимы, которые специально для этого существуют, можно использовать. А говорить о том, что вот любая фотография, сделанная там с тарелкой супа или там на фоне кого-то или чего-то, храняется авторским правом, мне кажется, это перебор, потому что все-таки мы говорим, когда мы говорим об авторских объектах, мы говорим о произведениях, созданных результатов творческого труда. Сфотографировать себя, ну, мне кажется, особо творчества не требуется. Нет, ну можно, конечно. Ну, я не знаю, как это вот можно извернуться, чтобы себя творчески сфотографировать, но мне кажется, для особо таких творческих личностей существует масса сервисов, которые существуют прямо в телефоне. И можно и глаза себе увеличить, и брови поднять, и лицо сузить, и губы надуть, и шею вытянуть, все, что хочешь. Поэтому здесь уже речь идет не о том, что ты творчески сфотографировал, а о том, что ты творчески применил возможные технологии. Это уже другой совершенно вопрос, это уже использование технологий. Мы возвращаемся к вопросу о том, насколько считать творческим трудом использование технологий. То есть мы возвращаемся к исходнику. А тут уже недалеко до нашего любимого искусственного интеллекта, который, в принципе, тоже является технологией, и который, в общем-то, как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности мы не рассматриваем, произведения, созданные искусственным интеллектом, но насколько это может быть встроено в другие объекты, и вот дело, которое Илья сегодня нам рассказала, оно как раз демонстрирует, мне кажется, вот так надо смотреть на эту вещь. Можно небольшой комментарий? Дамир Сальхов, Яндекс. Хотел бы поделиться некоторыми соображениями, немножко, на самом деле, зациклить то, что говорилось в первом выступлении и то, о чем говорил Илья. На самом деле, ведь ключевой вопрос, который возникает на практике, мы говорим не о том, что произведение создано использованием цифровой технологии, искусственного интеллекта, а о том, что в объекте применен искусственный интеллект, применен некое технологическое решение. И возникает всегда вопрос, точнее, ответ на вопрос о принадлежности прав, на самом деле, зависит от, фактически, от того, насколько значим вклад творческий человека в итоговый результат. И здесь, на самом деле, очень много возможных вариантов. Если мы говорим о фотографии, условно, там, современные смартфоны могут по умолчанию обрабатывать фотографии совершенно удивительным способом. И вот тут возникает вопрос, что вроде как это лишний аргумент в пользу того, чтобы, ну, скажем так, ослабить режим охраны и смотреть на охранспособность под новым углом. Если говорить о применении генеративного искусственного интеллекта, то здесь действительно, ну, говорим, например, о картинках, там, условно Кандинский, Миджорни, Шудеврум. Опять же, без промпта, то есть пользовательского запроса, результата не будет. И пользователь может сформулировать настолько творческий, настолько неординарный запрос, который приведет к определенному результату. И если вы посмотрите на пользовательские соглашения подобного рода сервисов, большинство сервисов не отвечают на вопрос, кому принадлежат права. Или говорят о том, что пользователь может свободными распоряжаться, там, за исключением, например, коммерческого использования, если это бесплатные сервисы. Ну, там могут быть разные варианты. Если посмотреть зарубежные решения, здесь тоже достаточно, выбор будет неординарный. В этом смысле, если говорить о генерации видео, ну, типа, например, сервиса SORA, тут, на самом деле, сильно сложнее дать такой промпт, чтобы это было какое-то уникальное изображение. Но, на самом деле, проблема вся в том, что вот то, как мы видим складывающуюся практику, на самом-то деле, фактически, как бы она сейчас ни складывалась, в каждом конкретном случае охрана способность будет очень разная. И нужно будет оценивать в каждом конкретном случае творческий вклад того, кто обращается к данной технологии и вклад этого человека в тот конечный результат, который будет произведен. Если говорить об аудиовизуальных произведениях, где условно где-то использована технология, то, конечно же, нужно смотреть на это как, ну, на самоценность произведения в целом, а не на применение технологии. Я с вами полностью соглашусь. На самом деле, я про это и говорю, что нужно разрабатывать систему, вот именно концепцию минимального авторского вклада, чтобы вот когда есть авторский вклад человека, говорить о том, что это создано человеком, и несмотря на то, что действительно серьезно поработал искусственный интеллект, говорить о том, что это произведение с точки зрения авторского права. Вот если мы эту концепцию разработаем, то она должна применяться как фотографиям, как результатам технологий, так и дипфейкам, так и другим результатам. А насчет промо-то я тоже полностью с вами соглашусь, я потому что смотрела картинки, вот шедевры, и Кандинские тоже. То, что создается, когда вычитаешь вот эти промо-то, которые на полстраницы там, и когда видишь картинку, что получается, но это действительно надо придумать, я согласна. Другое дело, что люди, когда они начинают, там пытаются в трех словах изложить то, что они хотят увидеть, это одно, а когда они действительно там слов уже по тысячу набираются при изложении промо-то, это совсем другой уровень. Картинки, соответственно, собираются уже не шестью пальцами как бы у человеков, а с пятью, как полагается, и главы там не две, а одна. И действительно, шедевральные, ну прям вот назову это вещь такими эпитетами, очень красивые картинки получаются. И здесь я согласна, что творческий труд присутствует, но опять-таки это не чисто творчество. Все-таки одно дело, когда ты на холсте выводишь, другое дело, когда ты слова не описываешь, что ты хочешь. Это все-таки, мне кажется, немного другое. А я еще хочу обратить внимание, что есть технологии применяемые, а есть ситуация, когда полное ТЗ, подробное, дается заказчикам художнику, как в этом случае быть. ТЗ написал заказчик, произведение составил художник. Это давно все решается договором, нормально все. Так и здесь нужен договор между, например, между владельцем программно-аппаратного комплекса и алгоритма. Так вот про это и говорили, что пока у нас в лицензионных соглашениях не решен вопрос. Ну, в большинстве случаев, да. Да. И то есть непонятно, у кого это все. Но получается, что если мы сейчас все приходим к тому, что нужно будет доказывать творческий вклад, что он был весомый в это все, то получается, мы сейчас всех пользователей должны научить каждый раз фиксировать, какое ТЗ они дали искусственному интеллекту, чтобы в будущем, когда он будет охранять свой вот этот объект, чтобы говорить, что действительно там был весомый его творческий вклад. Ну, вот Илья упоминал дело, вот в Штатах было, там Кристина Каштанова, да, вы ее имеете в виду, вот, она как раз писала, у нее визуальная книга была, ну, то есть, в принципе, из картинок, по сути. И как раз сначала ее вроде как зарегистрировали право авторское на эту книгу, а потом решили, что нет, поскольку создана искусственным интеллектом. Но в конце концов, что было указано? Было указано, что, в принципе, вот это вот промтое, по сути, насколько я это прочитала, что, в принципе, они все-таки заслуживают внимания и могут быть учтены, как бы, и это не окончательное решение, что, может быть, потом в дальнейшем все-таки это будет рассматриваться вот именно в качестве творчества вклада при как раз оценке того, что действительно человек старался или как бы искусственный интеллект создал. Поэтому у нас это все в будущем, ну, я думаю, что уже даже в ближайшем. И то, что мы там периодически обсуждаем, кому принадлежат результаты искусственного интеллекта. Это наша любимая тема, она, конечно, бесконечная. Вот и... Нет, кто ответственность нести должен, это сразу понятно, что вот кто стоял около компьютера, тот и несет ответственность. Вот. На самом деле мы, поскольку мы все-таки больше внимания деляем авторскому праву, то мы, конечно, больше смотрим на то, что как бы результат кому приписать. У нас это как бы в крови. А вот когда ответственность, это мы уже говорим о технических вещах, типа беспилотников, тогда, о, ну кто ответственность несет? А вот тот, кто создал, кто разработал, кто выпустил, кто произвел. Вот. Здесь, конечно, тема, на самом деле, такая очень тонкая грани. И, может быть, иногда надо будет смотреть это все-таки в совокупности, потому что и компенсации это тоже иногда надо будет выплачивать, когда будут затронуты авторские права. Да, спасибо, я коротенько. Мне хочется развернуть ледокол в правильном направлении. Вот смотрите, мы сейчас обсуждаем это как битва аргументов, да, творческий характер, нетворческий характер. Я сейчас немножко сутрирую. Я автор фотографии. Вот я сажусь, вот так вот, руки скрещенные, и говорю, творческий характер презюмируется. Доказывайте обратное. И мне фактически не надо доказывать, что я вложил какой-то творческий класс. Большой он, маленький. Это мои оппоненты должны доказать. Ну, понятно, я идеальную ситуацию. Сферического коня в вакууме рассказываю, да. Должны доказать, что я не внес творческого труда. А как они докажут, если только я знаю, что я туда вложил? И получается, они говорят, нет, это ты докажи творческий характер, а я им в ответ. Презумпция. Мне ничего доказывать надо. Как презумпция неведомости. Как быть в этом случае? Ведь все аргументы находятся, и все знание находится у меня, как у автора. У вас, противников, ничего нет. Вы можете только предполагать. Спасибо. Ну, я тут могу долго, конечно, рассуждать. Учитывая, что у нас времени нет, то я могу сказать, что на самом деле, Александра Владимировна сказала, что у нас два признака у объектов авторского права. Я их нашла пять, причем закрепленных в законодательстве. Я получше написала об этом статью и публиковала в журнале «Судо по интеллектуальным правам». Поэтому я, например, у меня сейчас все перемешалось на самом деле, потому что то, что я придумала, мне кажется, оно в принципе ложится на те вопросы, которые сегодня задают, на практике имею в виду. Поэтому я попыталась как раз предложить практическое решение вот этим вопросом и не особо лезла в творческую составляющую, потому что я полностью согласна определить творческое и нетворческое, и тяжело. Но там еще есть, соответственно, помимо того, что это должно быть в объективной форме, я написала про оригинальность, я написала про самостоятельность. И если это не оригинально, то есть, как вот Александр Владимирович упоминал, связь с личностью автора, я считаю, что это просто должен быть индивидуальный стиль. Как бы я немножко про другое говорю. И если этого нет, это опять-таки презюмируется. Если в суде возникает вопрос о том, самостоятельный или не самостоятельный, авторский стиль или не авторский стиль, если это получает непозитивную оценку, то значит, это не объект авторского права, и он переходит в общественное достояние. То есть лично неимущественные права сохраняются, то есть, как бы ты автор, да, вот это произведение, ты автор. Просто ты коммерциализировать его не можешь, и все. А так пользуйся им здоровьем. Твое авторское произведение, пожалуйста, выставляй его в интернете сам. Пожалуйста. То есть вопросов, как бы, на самом деле, сегодня много, просто надо их как-то решать. И сегодня уже говорилось о том, что авторское право у нас развивается. Ну, как бы, оно действительно развивается, и, может быть, не семейными шагами, но он идет вперед. Вот. И я так вижу, что Артем Павлович Евсеев хотел что-то добавить. Вот я хочу поблагодарить Илью, на самом деле, за прекрасное дело, которое мы сегодня обсудили. И предоставить слово сейчас вот высказаться по поводу сегодняшнего, вернее, предыдущего дела, и, в общем-то, рассказать о том деле, которое он сегодня хочет сказать. Артем Павлович Евсеев, руководитель практики интеллектуальной собственности и защиты информации компании Savin Legal. Артем Павлович. Да, большое спасибо. Можно просто Артем. Вот по поводу того дела, вернее, о той ситуации, о которой уже говорили, связанной с прекрасными нейросетями Кандинский шедевром. Кстати, сегодня как раз вышла новая версия Кандинский 3.1 для широкой массы зрителей, пользователей. Здесь у меня просто вспомнилась новость. Буквально на днях, где-то на прошлой неделе, Google опубликовала мини-учебник как раз по промтам, по тому, как генерировать запросы для своей нейросети, Gemini, которая как раз генеративная нейросеть, на 45 страницах. То есть, если действительно для того, чтобы изучить то, как правильно формулировать техническое задание для нейросети, требуется действительно какая-то подготовка, то действительно здесь можно говорить о творческом характере. Но мне как судебному юристу здесь, мы понятно говорим про материальное право, но материальное право, оно не существует без процессуального права. И сейчас мне тут многие могут убить за такие слова. Но тем не менее, если, например, мы как-то попытаемся реформировать эту систему про необходимость учета и анализа творческого вклада, и для того, чтобы понять, является ли однотипная фотография на фоне собора Василия Блаженного охраняемым, неохраняемым, или в отношении как раз сгенерированных произведений с помощью нейросетей, то здесь мы, по сути, перейдем к тому, что, возможно, Бабушкинский районный суд города Москвы будет решать вопросы о том, насколько качественный был сформулирован промпт, насколько качественный подробно был сформулирован тех заданий или нет. На мой взгляд, это может привести к каким-то фатальным ошибкам потенциально, а потенциально наоборот, возможно, в Бабушкинском районном суде кто-то и ждет этих споров. Вот. Ну и последняя ремарка касаемо всех этих вопросов с нейросетями. Действительно, вот как коллега сказал из Яндекса, большое спасибо за его ремарку, действительно в таких пользовательских соглашениях, Кандинский, Шедевром и так далее, не прописывается тому, кому принадлежат исключительно права на сгенерированный контент. Именно такая формулировка используется – сгенерированный контент. Но почему тогда в этих всех пользовательских соглашениях говорится о том, что пользователь выдает, предоставляет лицензию… Все хорошо. А, спасибо большое. Там один слайд всего лишь. Тогда почему в этих пользовательских соглашениях постоянно пишется, что пользователь предоставляет сервису, платформе лицензию на территорию всего земного шара, на весь срок и так далее. Но мне, как изначально цивилисту, сразу возникает вопрос, можно ли распорядиться и выдать лицензию, если ты не имеешь исключительно права на такой продукт. То есть, по сути, когда в таких пользовательских соглашениях предусматривается, что на сгенерированный контент у платформы будет лицензия, которую предоставляет ей пользователь, получается, что пользователь должен иметь тоже какое-то имущественное право на данный объект. Ну и переходя уже кратко к моему выступлению, у меня про товарные знаки, поэтому можете заскучать. Но я постараюсь… У нас картиночки, поэтому картиночки должны быть веселыми, тоже как фотографии. У меня про товарный знак. Один из этих споров, который, на мой взгляд, как раз показывает достаточно большие проблемы, которые у нас есть сейчас в сфере охраноспособности отдельных обозначений, которые могут иметь определенные географические, культурные или иные коннотации. Вот это дело, в котором я имел счастье или несчастье участвовать, которое было рассмырено судом по интеллектуальным правам и отказное определение Верховного Уста, то есть это уже разрешенное дело по состоянию на конец 2023 года. И в данном деле, если кратко фабулу, было, как всегда, два компаньона, которые потом почему-то стали смотреть на вещи по-другому, по-разному и рассорились. Можно было сказать с матом, но мы тут все вежливые люди, поэтому они поссорились. И в итоге один из бывших компаньонов, который, по сути, утратил весь интерес в том, чтобы в дальнейшем развивать это совместное предприятие, совместное ведение деятельности, он попытался оспорить представление правоохраны товарному знаку, который указан вот на слайде. Компания сейчас занимается как раз производством и поставкой на территорию России ножевых изделий, которые произведены, ну, в любом случае, как утверждал наш доверитель, или как он утверждает и сейчас, с использованием японской технологии и японских материалов, японской алмазной стали и так далее. Но производство не в Японии. Сам он российская компания. Зарегистрировано в России. Производство находится в Китае. Ну, классика. И в итоге этот спор, он шел, мне кажется, года 3-3,5, потому что он прошел два круга в палате по патентным спорам. В итоге изначально, когда было подано это возражение, оно было рассмотрено Роспатентом, было принято решение, что здесь нет введения потребителя взблаживания, потому что речь идет про вдохновление японской культуры, про использование, вот я уже говорил, определенных материалов, определенной технологии по обработке стали и так далее. Но потом что-то случилось, и вот один случай из ста, когда Роспатент не утверждает заключение палат по патентным спорам по каким-то причинам, и, ответственно, заместитель руководителя Роспатента или руководитель направляет дело на повторный круг. И уже в этот раз палат по патентным спорам сказал, что действительно тут вводится в заблуждение потребитель, и суд по интеллектуальным правам вначале по первой инстанции, и уже как касаться, заселили это решение Роспатента, но дальше отказное определение Верховного суда, и имеем то, что имеем. И, по сути, вот это дело для меня является уже такой вереницей кейсов, когда и Роспатент, и суд по интеллектуальным правам зачастую занимают такие противоречащие друг другу позиции. О чем здесь идет речь? Вот, например, в этом случае из-за того, что явная отсылка к Японии, сказали, что российский производитель ножей не может использовать это обозначение, потому что наводит потребителя в заблуждение. Ну, начнем с того, что самурай – это не кухонные ножи, это холодное оружие, но тем не менее. В другом деле, когда речь шла про оспаривание отказа Роспатента в перерегистрации товарного знака Нева и товарного знака Фонтанка на иностранную компанию, и дело в итоге прошло АСГМ, потом Девятку, потом уже дошло до суда по интеллектуальным правам, и там суд по интеллектуальным правам занял другую позицию. Тот факт, что правообладатель поменялся, иностранная компания, и то, что, скорее всего, часть товаров или услуг будут оказываться или реализовываться компаниями, которые не зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, не ввод потребителя в заблуждение. В другой ситуации еще обычные решения Роспатента недостаточно короткие, но мне нравится в одном деле по поводу ортоимплантов в 2019 году, правда, Роспатент прямо сказал, что сейчас, в эпоху глобализации, ну сейчас, может быть, какая-то эпоха меняется, но по состоянию на 2019 год, когда ковида не было и 24 февраля не было, была еще у нас эпоха глобализации вроде бы. И тогда Роспатент сказал, что вот из-за глобализации у нас правообладатель может быть в одной стране, производство во второй, дистрибьюция в третьей, а доведение до конечного потребителя в четвертой стране. И в этой связи использовать вот такое толкование, что если у нас есть какая-то культурная или иная коннотация конкретному региону, то вот это уже введение потребителя в заблуждение, ну, на мой взгляд, это будет очень таким ригидным стандартом. И более того, сейчас, если, например, зайти в любой продуктовый магазин, и вы там увидите сыр, на котором нарисован какой-то дедушка и немецкое название сыра, вы что, должны сразу ввестись в заблуждение, что это немецкий какой-то или швейцарский сыр, хотя производство в Балашихе. Ну, мне кажется, что нет. Логично, если там нарисован какой-то флаг Испании, то действительно, хамон за 200 рублей можно купить в пятерочке. Да, кого мы обманываем. Также, мне кажется, и здесь. Просто если мы установим такой высокий стандарт, то почему мы его должны оставлять только, например, в сфере регулирования товарных знаков, тогда это явно недвусмысленный сигнал уже той же самой антимонопольной службы, что все упаковки не должны никак водить потребителя в заблуждение. Если у нас фотография дядюшки, то дядюшка обязательно или татарин, или русский, или бурят, чтобы не было никаких вообще минимальных коннотаций к коллективному западу. Вот, соответственно, это все, что я хотел сказать. В итоге, как факт, как констатация. Дело это, не знаю, прецедентное, непрецедентное, но оно показательное из-за того, что сейчас стандарт оценки товарных знаков, охранеспособность и обозначение, мы сегодня как раз говорили про охранеспособность, на предмет как раз культурных, географических, национальных и иных коннотаций, он отсутствует. Вернее, он есть, но он постоянно меняется от дела к делу. И вот это тот момент, на который я бы хотел обратить внимание, который бы хотел подсветить его. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, мы тут с Александром Владимировым были на выставке «Арт Москва», но, в принципе, как были, была я, а Александра Владимировна там выступала. И она отвечала на вопросы, у нее было как раз интервью с ответами на вопросы дизайнеров. И вот то, что вы рассказываете, очень большая проблема у дизайнеров существует в части узоров всяких и народного промысла. То есть, насколько можно использовать народно-промысловые, вот эти вот кжель там, хохлома, в своем творчестве, если сам производитель, ну, не будем производить, автор, дизайнер, не присутствует по вместности. То есть, как бы, если он хочет использовать вот эти рисунки, вот эти вот национальные какие-то узоры, но при этом он проживает там в Москве, а не в хохломе, там и где-нибудь в глубинке, но вот ему нравится использование таких узоров. Например, какие-то по мотивам там игрушек делать что-то. Вот здесь тоже, мы, например, честно говоря, сходу на многие вопросы не знали, как ответить, потому что мы в курсе, называется, региональных брендов, но вот что толком охраняется в отношении именно товарными знаками, привязанными географически, честно говоря, очень тяжело определить, потому что на что устанавливается права охраны и насколько можно использовать вот эти вот народно-творческие мотивы. Да, вот как раз похожая история, правда, не с дизайнерами, была, когда вот одно из таких дел дошло до Верховного суда, там был товарный знак «Я люблю Воронеж» в отношении пломбира и мороженого. И там у Верховного суда был интересный пассаж, ну, во-первых, там пломбир этой компании не производился в Воронеже, и он сказал, что точно все вводятся в заблуждение, потому что для жителей не из Воронежа, это будет вообще такая очевидная коннотация, они будут думать, что тут действительно какая-то связь. И поэтому, если, например, дизайнер в Москве что-то, например, он использует в качестве элемента в рамках своей художественной композиции, результат народного творчества там, из Тулы, еще откуда-то из другого региона, то это, мне кажется, тоже может сыграть против него. Мне кажется, Артем, знаете, тут еще один момент есть. Здесь можно подумать, да, то есть, может быть, не для глубокой дискуссии, но, тем не менее, соотношение товарного знака с НМПТ, о том, что то, что в НМПТ не может быть сегодня в товарном знаке. В общем, это проблема, на самом деле. То, что Павел Геннадьевич сказал, что сейчас как раз идет обращение большего внимания на творчество народов, малых народов, и вот как раз народное творчество, вот этот вот фольклор, для нас это очень важно, как оказалось, мы ведь сами, честно говоря, не ожидали, что у дизайнеров такие проблемы именно в связи с использованием именно народного творчества. Потому что, ну, я уж там не буду фамилию упоминать, ну, например, когда делают на основе игрушек стулья, там, мебель, то смотрится тоже, конечно, не как игрушка, но другое дело, они договариваются с автором, который производит эти игрушки, о том, что можно использовать саму задумку. Но если это народное творчество, то с кем он должен договариваться? Вот, опять-таки, делать стулья, воспроизводящие эту игрушку, вот прям вот, ну, я бы, если бы шла речь о тексте, я бы сказала дословно, вот, то, как бы, насколько здесь будет охраняемый объект тогда. Ну, в общем, вопросов на самом деле очень много, и вот то, что вы поставили вот такой вопрос на обсуждение с частью географических указаний, вообще географической привязки. На самом деле мы только в это начинаем погружаться, и, честно говоря, это вот у нас позиционирование региональных брендов, как очень часто регистрируемых, на самом деле порождает очень много вопросов, которые мы еще пока не получили, то есть они только сейчас нам волнами начнут доходить, и в судах, я думаю, что будет таких дел много, а учитывая, что там у нас физические лица, вот, то это будут суды общей юрисдикции, вот, что опять-таки, как процессуалисты тут присутствующие, оценят не очень, наверное, позитивно. Но это не будем о грустном, будем надеяться на то, что все-таки возникающие вопросы будут решаться, вот, и то, что вы поставили такой вопрос, как бы, мне кажется, это совершенно правильно, и точно заслуживает внимания в будущем. Вот, спасибо большое.